Всем привет, дорогие друзья! После выхода моего видео отключения обновлений Windows в комментариях появилось большое количество вопросов я решил сделать дополнительный видос в котором постараюсь на эти вопросы ответить Ну, для начала, выпуская видео, я не ставил себе задачу доказать что нужно отключить обновление Windows У меня не было этой задачи Каждый человек сам решает будет он выключать или не будет он выключать Бывают специфические ситуации в которых обновление лучше отрубить Банально, у меня есть два компа, которые стоят в магазине и работают на кассе К ним подключена касса у них достаточно сложные настройки к этой кассе и отключение обновлений избавляет от головной боли в том плане, что завтра внезапно что-то обновилось и все перестало работать и магазин простаивает, и мне нужно туда скорее ехать и исправлять все косяки Как бы, чтобы такой веселухи не было, я предпочитаю отключать обновления Аналогичные есть вещи, которые ну, в общем-то, это в основном где-то в торговле или на производстве когда реально обновления могут все поломать Либо, например, обновление Windows накатывается а производители какого-то специфического оборудования не успели сделать свежие драйвера под это обновление и в итоге все это оборудование отваливается и перестает работать и пока программисты спохватятся и напишут там новые драйвера может пройти день, два, недели, месяц или придется винду переставлять на старую версию или все это ехать откатывать в обратную сторону после обновления и так далее ну, то есть это, опять же, простое производство простой работы то есть вы, когда пишете комментарии вы учитываете, что есть большая разница между вашим домашним компом и компом где-то в магазине или на производстве от которого зависят деньги то, что у вас комп не будет пару дней работать если вы на нем деньги не зарабатываете ничего критичного не произойдет если комп в магазине не будет пару дней работать могут люди приличные деньги потерять на этом а людям надо зарплату выплачивать платить аренду, налоги и так далее Ну давайте попробуем пробежаться по списочку Собственно, первый вопрос, зачем вообще отключать обновление, когда в системе... Ну, я уже ответил на этот вопрос, давайте дальше продолжим со второй части Когда в системе можно отсрочить обновление, кажется мне, без всяких твиков ковыряния в системе? Отсрочить можно, но, опять же, может быть случай, когда за компом сидите не вы один Вы будете отсрочивать, отсрочивать, а потом сядет там, не знаю, ваша мама или дети или еще кто-то И они тыкнут окей, и у вас все обновится, то есть вы как бы откладывали То есть вам постоянно нужно следить за процессом Как бы если у вас несколько человек, которые пользуются компом, этот вариант уже не подходит Плюс мне непонятно подход человека То есть ему не лень каждые 7 дней отсрочку заходить в настройки и делать отсрочку Или в системе говорить, я не помню, кстати, как менюшка это выглядит В смысле, она вылезает или надо в параметры заходить Но, в общем, каждые 7 дней ему это не в лом делать Но один раз потратить 5 минут и отключить совсем И при необходимости потом включить Вот как бы это человека напрягает Меня бы задолбало каждые 7 дней Но это, опять же, мое мнение, а у человека, может быть, другое мнение Дальше Следующий человек, Олег, пишет Скачать еще раз твикер, который занимает 2 мегабайта Нажать две кнопки, чем заниматься, вручное отключение обновлений Через какие-то обходные дороги Вот как раз обходная дорога это твикер В моем понимании Потому что твикер могут перестать делать А твикер могут сделать внезапно платным Через 3-5 месяцев, когда вы, например, решите включить обновление Вы можете вообще не вспомнить, каким твикером вы это все отрубали Опять же, нет никаких гарантий, что когда твикер все эти обновления обратно Ну, включит обратно то, что он выключал Нет никаких гарантий, что этот процесс обратимый И что вы сможете нормально поставить следующее обновление Твикер может что-то нарушить в системе Потому что твикер сделан не производителем операционной системы Он сделан сторонним разработчиком Неизвестно, что там в нем поменялось Неизвестно, есть ли косяки в твикере или нет Также проблема твикера в том, что вы можете качать твикер И вместе с ним может быть какая-то дрянь Это как бы всегда существует опасность Да, я понимаю, что есть как бы сайты, на которых люди кладут твикеры Которые использовало большое количество людей И никаких косяков после этих твикеров они не нашли в плане вирусника То есть никаких заражений не было Но опять же, нет никаких гарантий, что завтра это не изменится Ну то есть, короче, твикер это тоже потенциально опасная программа Для системы, поэтому я сторонник того, что если есть вариант отключать Службы или какие-то вещи, которые, ну в Windows Если есть вариант отключать их средствами Windows То лучше делать это средствами Windows И также их обратно включать То есть это обратимый процесс, который, функционал Который, в общем-то, разработчик предусмотрел Дальше, Егор, делаем батничек, который отключает службу Отключает службу в бесконечном цикле Делаем из него службу Windows Или запихиваем его в планировщик заданий и профит Тут я согласен, что этот вариант возможен Сделать батник, который, или служба, которая будет висеть И постоянно отключать службу обновления Windows Но я не могу назвать это простым решением Вот никак не могу назвать Потому что, как минимум, нужно затратить 10-15 минут Чтобы погуглить в интернете, как написать этот батник и так далее Если у вас есть как бы стартовые навыки, то все прекрасно Но я думаю, большинство людей нет стартовых навыков Чтобы из головы написать батник, который, например И тем более сделать службу, да, из него Написать готовый батник вот прям руками И чтобы он сразу заработал То есть это тоже ковыряние в мануалах Поэтому мой метод выигрывает по времени явно Причем, опять же, да, неизвестно, как это все поведет С другими обновлениями То есть если человек все-таки решит что-то поставить Ну, батник просто вырубит и все, ладно Как бы не будем дальше углубляться В общем, вариант имеет место быть Но насчет легкости его я бы не сказал То есть явно дольше Не понимаю, зачем их отключать Я ответил на этот вопрос Сначала отключают обновления, потом ловят вирусы Ноют, какая винда хреновая Ну, это специфическое мнение, собственно Вирусники можно Как бы после обновлений появляются новые Дырки убираются старые Тут как тоже лотерея Так, что у нас еще Автор, как понять версию? Не могу ничего сказать Народ ответил, что никак Действительно, зачем все эти заморочки Если прямо в системе можно их откладывать И откладывать до бесконечности В общем-то, я уже ответил, зачем Потому что, если за компом сидят несколько человек Если вам не надоедает каждый раз их откладывать Ну, если сидят несколько человек Могут без вас включить Если вам не надоест их откладывать постоянно То, ну, значит, вы терпеливый человек Я предпочитаю один раз решить вопрос Закрыть проблему И не затягивать этот процесс На семерке народ спрашивает Как обновление вырубить Там все просто Службу отключаете И все, ничего обратно не включается Человек пишет Я пробовал в Apex Все работало Не пойму, зачем отключать Я уже ответил Опять же, какой-то неизвестный файл Неизвестный твикер Что в нем там положено И что он в системе меняет Мы тоже не знаем Хорошо, если он только отключает обновление И ничего другое там не портит И обратно их может включить Опять же, как я говорю Через 3-4-5 месяцев Вы не вспомните Чем вы там что отключали И версия твикера может смениться И менюшки будут совсем другие И вы будете голову ломать Где же это все вернуть обратно Мне нравится, когда Ты сам ручками что-то поменял И ты знаешь, в каком месте менялось Или хотя бы знаешь примерно путь То есть ты будешь помнить Что это где-то в политиках безопасности И там же будешь искать Как бы гуглить этот вариант Отключения Ну вот тоже Андрей постоянно Как бы Достаточно агрессивные комменты пишет Мы с ним постоянно спорим Ладно Самый проверенный метод Который в 100% случаев работает Включение и обновление Через Windows 10 Твикер Насчет твикера Я уже ответил ему как бы заранее Что Windows 10 Твикер Он может стать платным У него может быть Все менюшки поменятся Нет никаких гарантий Что обратно Это все нормально вернется Когда галочки поставишь Через несколько месяцев Будешь вспоминать Чем ты там что отключал Так что как бы Я не любитель твикеров Если можно обойтись без них Собственно я тут на эту тему ответил Ну наверное Пока все Больше пока информации у меня нет Если еще народ что-то накидает И это будет реально критическая масса По вопросам Я еще сделаю такой же видос Дополнительно запишу Надеюсь инфа была какая-то полезная Всем спасибо Пока До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok